Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать». И сегодня наша программа посвящена сразу двум большим светлым православным праздникам. Сегодняшнему Вознесению Господню и предстоящему нам в скором времени Дню Святой Троицы. Ну и, естественно, гостем нашей сегодняшней программы, гостем студии является благочинный церквей Одинцовского округа Московской епархии Архимандрит Нестор. Батюшка, здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые телезрители! С праздником вас! С Вознесением Господним! Сразу хочу сказать, что в нашей студии работает телефон прямого эфира, мы работаем в прямом эфире. Наш номер 495-508-86-84. Если вы хотите задать благочинному какие-то вопросы, вы можете набрать этот номер и озвучить какие-то свои мысли, замечания, предложения, напрямую пообщаться с нашим сегодняшним гостем. Ну, а мы, конечно, начнем именно с Вознесения Господня. О том, что означает этот праздник, почему он отмечается именно в этот срок, в двух, в трех словах. Как получится? Ну, все очень просто. Согласно Священному Писанию, на сороковой день после Пасхи Господь наш Иисус Христос вознесся на небо и, как говорится, сел одесную Бога Отца. И вот именно это событие отмечается сегодня. И День Святой Троицы, его называют Пятидесятницей, то есть, я так понимаю, он тоже отчет свой идет именно от Пасхи. Да. Правильное название – это День Святой Пятидесятницы, а День Святой Троицы – это народное название. Почему? Потому что Пятидесятый день после Пасхи Святой Дух сошел на учеников Христа, и именно с этого момента начала свое бытие Церковь Православная. Еще по-другому называют День Пятидесятницы – это день рождения Церкви Христовой. Если можно, немножко вот тоже поподробнее об этом событии, именно о рождении Церкви, да, как это произошло, почему, от чего начался тоже отсчет именно этот, какие события произошли? Утром в День Пятидесятницы, как было обещано Спасителям, на учеников сошел Святой Дух в виде огненных языков. И ученики стали пророчествовать. Они получили благодатные дары Святого Духа. С этого момента, вот именно с этого момента схождения на учеников Святого Духа и явилась Церковь. И по обетованию, вот мы знаем, что есть день рождения Церкви, и она прибудет до скончания века. Вот до тех пор, пока этот мир существует, и Церковь Христова будет существовать. Была первая община, небольшая, стоящая из учеников Христовых. Как сообщает Священное Писание, что они пребывали в храме, в молитве, в ветхозаветном храме, а по домам собирались, чтобы совершать Таинство Евхаристии. Или, как сейчас у нас говорят, литургия. Это синонимы. И все-таки почему тогда Троица? Вы сказали, что это народное название. Но, тем не менее, оно, наверное, все-таки более распространено, если говорить в абсолютных величинах. Именно, говорят, День Святой Троицы. Да, потому что в этот день было, во-первых, завершено домостроительство нашего спасения. И до этого у нас было явление Бога Отца, мы знали. Был период, когда на земле было второе лицо Святой Троицы, Сын Божий. И в этот день Пятидесятницы явилось третье лицо Святой Троицы. И вот во всей полноте откровение Святой Троицы было дано людям. Во всей полноте и красоте. Да. Ну и вот теперь мы переходим к следующей части моих вопросов. Вопрос о, наверное, можно так сказать, о традициях, да, которые связаны с этим праздником. Праздник в народе, несомненно, один из самых любимых, уважаемых, почитаемых. Ну вот одна из таких традиций, да, за день до праздника обычно люди посещают кладбище проведать своих усопших родственников. Насколько это необходимо делать, насколько это важная часть, ну, может быть, подготовки какой-то к Дню Святой Троицы. Вообще посещение родственников, могилу родственников, молитва, о них я подчеркиваю, молитва, очень важна для живущих людей. Дело в том, что вот есть в церкви такое выражение. Если вы не молитесь о своих предках, то никто не будет и о вас молиться. Вы не передадите, не можете передать своим детям понятие, что такое молиться о любимых, уже отшедших своих близких. Когда вы молитесь с открытым сердцем усопших, Господь дает всегда ответ, как и что с тем человеком, о котором вы молитесь. Ведь когда человек переходит в мир иной, в православной традиции мы стараемся не говорить «умер», слову «умер», а «усопший», покойник. Нет, не ушедший, покойник, от слова «покой», представившийся, то есть он предстал пред Богом. Совершенно другой смысл. Мы не говорим «усопшим прощай», мы говорим «до свидания». И вот когда мы молимся, мы остаемся в этой связи с нашими близкими и любимыми. Что мы можем сделать? Вот простой пример, вопрос прямой, может быть, немножко грубый, для усопших. Смотреть за могилой, в первую очередь. А вот смотреть за могилой, поставить памятник. Ну, конечно, это хорошо. Но вот вопрос, если мы любим человека, значит, мы желаем сделать что-то хорошее для него. Ему памятник? Есть он? Нет. Ему без разницы. Это скорее нам надо, чтобы вот мы как-то в выражении. Но ведь мы же должны что-то делать реально, а реально это только молитва. И вот когда мы перед праздником идем, вот скажите, ведь всегда на празднике собираются вся семья, правильно? Но ведь традиционно все вместе должны быть. Ну, по возможности. По возможности, конечно. Так вот, когда перед праздником, перед Троицей мы идем на кладбище, мы говорим о том, что мы помним вас, мы вместе с вами, вместе празднуем. Будем праздновать этот праздник Троицы. И мне всегда очень жалко людей, неверующих, которые приходят на кладбище, стоят у могилы, топчутся и не знают, что делать. Разве не так? Наверное, да. А что? Ну, постояли, помолчали, и все. Еще и выпили. Еще и выпили. Ну уж. Лучше об этом и не говорить. Тяжко. Вот. И совершенно другое, когда верующий после молитвы, после общения с усопшими идет домой. Совершенно другое чувство. Батюшка, вот если еще говорить о подготовке к празднику, о его проведении, вот православному человеку, какие, может быть, вещи необходимо сделать для того, чтобы как следует именно подготовиться и провести День Святой Троицы? Ну, во-первых, самое главное, это надо во время службы, как любого праздника, это причащаться. А следовательно, надо очистить свое сердце от всякой скверны. Ну, невозможно в грязной одежде приходить на праздник. Правильно? На свадьбу. Никому ж голову не придет. Позор. Позором скажем. Так, а с грязным сердцем приходить на службу, это что, нормально? Ну, мы привыкли приводить в порядок свой внешний вид, а вот приводить в порядок душу еще пока такой привычки, такая привычка, к сожалению, еще не так сложилась. Это все надо делать параллельно. Очень часто задают вопрос, а можно вот во время праздника там стирать, гладить, вот Троица? Ответ говорят, ух, нельзя. Я тоже скажу, что и нельзя, и можно. Все зависит от ситуации. Если вы во время праздника говорите, да мне, что подумаешь, праздник буду делать. Ведь чем, почему нам нужны праздники? Нам необходимо как-то приподняться, выделить дни. Ну, у нас же ведь постоянно работа, обыденность, труды какие-то. И когда жизнь превращается в одну монотонную череду событий, человек устает. Человека должны быть дни, когда он должен встряхнуться от всего, понять, чтобы вот задуматься. Кажется, у Евтушенко есть такие стихи. Ну, ты хотя бы однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт. Вот, остановись на полдороге, доверься небу, как судья. Подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе. Вот смысл праздника. Вот это Евтушенко в 60-х написал. Ну, вот встряхнуться, понять, что вот кто я, а для чего я это все? Вот праздник, это же ведь не повод для того, чтобы напиться, правильно? А праздновать, радоваться. Очень жалко тех людей, для которых праздник заключается только в алкоголе. Господи, бедные люди. Вот, я ушел немножко в сторону, но сразу еще скажу. Действительно, праздники нам нужны для того, чтобы отключаться от повседневной жизни. И когда мы говорим, нет, а я все равно буду там стирать, гладить, убираться, нехорошо. Но, совершенно может быть другая ситуация. Необходимость, да, какая-то жизнь? У вас соседка заболела. И лежит она. Как говорит вам, ну, помоги мне. А если вы скажете, нет, сегодня праздник, я не приду тебе помочь. Ну, это фарисейство. Вот тогда этот праздник вам не в праздник, а то, наоборот, только в укоризме. Если вы... У Николая Александровича Бердяева есть очень хорошее выражение. Пища для меня, это моя материальная проблема, а пища для ближнего, моего, это моя духовная проблема. Забота об этом. Очень хорошо, я очень хорошо понял эту мысль. Ну, и, очевидно, и вот традиция украшать зеленью, цветами храм именно на Троицу. Ну, конечно, выделить его. Это, опять же, все к тому, чтобы усилить это ощущение праздника, радости. Да, восприятие, конечно. А есть ли какие-то ограничения, скажем, по питанию? Вот по поведению вы уже немножко сказали, да, что если поведение это просто от равнодушия, то это неправильно. Если это поведение на помощь ближнего, да, работа. Есть ограничения по питанию. Ну, апостолов, я думаю, это ограничение касается всего. Не излишествуйте в еде, потому что если я кобелся, он уже, ну, между прочим, вот в мемуарах у Маргарда Тэтчер, не помню, говорил или нет, она приводит такую фразу, что никогда перед переговорами она не ест, а выпивает только стакан апельсинового сока. Почему? А потому что, когда забитый желудок, мысли очень медленно рождаются в голове. Поэтому, конечно, надо есть, но есть такое выражение, не переедать. А в отношении алкоголя у апостола Павла очень хорошо сказано, не упивайтесь вином, ибо в нем есть плод. Он не сказал, не пейте вина, но не упивайтесь. Чувствуете разницу? Очень хорошая есть притча как раз о священнике, которому пришел нечистый и предложил ему на выбор, обязательно порядок какой-то один из грехов совершить, и тот выбрал грех выпить спиртного, как наименьший, и после этого совершил все остальные грехи. А еще есть ли какие-то обряды, которые необходимо соблюдать, с чем это связано? Я знаю, что у нас по нашей жизни обычный человек, у него очень часто путаются христианские обычаи с какими-то языческими традициями, которые уже тысячу лет никак не могут быть изжиты до конца. Вот, например, пускание венков на воду, посещение бани. Это вот христианские традиции, это языческие традиции, нет, на кануне праздника. Ну, я вам объясню. Действительно, вот посещение бани, это нормальная традиция. На кануне праздника нормальная традиция. Любого, причем, такого великого, большого праздника. Ну, конечно, ну, представьте себе, ну, вы идете на свадьбу, ну, вы, конечно, помоетесь. Ну, кому приятно, если вы придете, и от вас потом пахнет. А вот пускание венков на воду, да, это ничего страшного, да, я так понимаю, в этом мире? Ну, смысла в этом нет никакого. А вот стояние на службе с листом золототысячелистника за пазухой, вот очень часто встречается такой совет, что надо именно в День Святой Троицы с этим растением за пазухой службы отстоять, и тогда наступит материальное благополучие, придет вам... Посмотрите, я вам еще сказать, что можно еще и свечи кверх тормашками ставить. Да, вот и такое бывает. В церкви это называют суеверие, то есть пустая вера. Вот это чистое язычество, которое ничего хорошего человеку не приносит. Вы сказали о свечах, и я тоже вспомнил еще одну примету, что огородники считают часто, что надо вырвать сорняк и воткнуть его корнями вверх, и тогда огород будет очищен от сорняков. Действительно, это очень часто такой совет встречается. То есть это тоже относится к разряду суеверия. И это бывают различные, и в медицине, и вот вы сейчас сказали, в сельском хозяйстве. Таких суеверий очень много. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. В студии работает, включен прямой номер 495 508 86 84. Если у вас есть какие-то вопросы к нашему сегодняшнему гостю, к Архимандриту Нестору, благочинному церкви Одинцовского округа Московской епархии, вы можете набрать этот номер и задать в прямом эфире ваши вопросы. Ну, а мы продолжаем двигаться дальше. И я бы хотел задать вопрос, который очень часто задается, но не всегда на него получают конкретные люди ответ. Это касается несовпадения наших православных праздников и праздников католических. Ну, давайте мы сейчас, вот мне как раз подсказали, что есть звонок, и мы на него ответим, и двинемся дальше. Здравствуйте, представляйтесь, пожалуйста, и задавайте ваши вопросы в эфире. Алло, добрый вечер, меня зовут Ольга. Добрый вечер. Вот ответ, отец Нестор, можно вам вопросик такой, может, личный? Давайте. Хотела бы узнать, вот как вы пришли к тому, что вы стали вот священнослужителем? И в каком возрасте к вам это решение пришло? Спасибо. Спасибо за вопрос. И вот еще вот маленький вопрос. Вот сейчас ребята, вот много таких ребят, которые принимают решение стать священнослужителями? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я, может быть, маленький секрет открою. Мы вот буквально незадолго перед эфиром с батюшкой общались, и он сказал, что вообще по образованию он химик, чем меня, честно говоря, поверг в изумление в полнейшее. Но вот, тем не менее, вопрос прозвучал. Да, это вопрос. С детства я разрывался между историей и химией. Как композитор Бородин, между прочим, между музыкой и химией. Так? Очень. Я где-то, думаю, до десятого класса, может быть. Я вот не знал, куда я пойду. Я вырос в неверующей семье, но почему-то постоянно, как помню себя, я вот во что-то верил. До меня настолько это было все логично, что, ну, без Бога бессмысленно жизнь. То есть, не броуновским движением, да, жизнь представлялась? Нет, нет, конечно. И только потом я узнал, что дед у меня был священник. В 30-х годах был репрессирован, служил он в Рязанской епархии. То есть, тема в семье особо не афишировалась? Нет, никогда не подымалась эта тема. И уже в Менделеевском институте, я кончил спецшколу на Кутузовском, 710-ю. Когда учился в Менделеевском институте, понял, нет, надо идти в семинарию. Пошел в семинарию, а это в советское время было. И как это помягче сказать? Я представляю, что это было за решение. И насколько оно непростым было для того. И, короче говоря, 4 года меня не принимали в семинарию. Ведь не секрет, что власти отсеивали. И всех людей, у которых более или менее есть образование, старались не принимать в семинарию. 4 года подряд я поступал. Работал сторожем-дворником и алтарником в Елуховском соборе. И только вот потом митрополит Никодим, Ленинградский-Новгородский, ему удалось пробить меня. Чтобы вот он настоял вопреки препятствию светских властей, чтобы меня приняли. И я поступил сразу в академию. Он меня обязал, чтобы я за год сдал экзамены за семинарию. Но за год я не сдал, а за полтора раз сдал. И после третьего курса меня отправили писать работу в Женеву. При Женевском университете я писал кандидатскую работу. И если говорить все-таки о нынешней молодежи, что можно ей посоветовать? Как найти в себе этот огонек или определить, что его нет? Насколько сейчас нуждается в молодых ребятах, верующих в церковь? Церковь нуждается в кадрах, серьезных кадрах, хороших кадрах. Как видите, я думаю, это везде. У нас в Одинцово, пожалуй, как сказал один священно-высокопоставленный рарх, в Одинцово произошли генетические изменения по сравнению с другими. Каждый год от Одинцова несколько человек поступает в семинарию. Но по сравнению с количеством молодежи, которые ходят в церковь, это очень мало, маленький процент. И мы ни в коем случае не настаиваем, потому что, ну, разная профессия. У людей разные интересы, стремления. Я знаю, вот у нас хорошие студенты на Мехмате учатся. Наши, вот, алтарники учатся на Мехмате. Один уже в Следственном комитете работает, один гаишник. Вот видите. И вполне себе достойные сложившиеся в светской жизни. Да, и они продолжают ходить в храм. Вот мы постоянно общаемся. Только те, кто чувствует, что есть призвание к священству, должны идти. Потому что стать священником, это отдать себя полностью на служение церкви и людям. Следующий вопрос. Плюс, буквально на следующий день после праздника, День Святой Троицы, празднуют День Святого Духа. Это какой-то отдельный праздник или он напрямую связан с Троицей? Да нет. Это просто день, посвященный памяти Святого Духа. Потому что Троица, это, конечно, сошествие Духа. Ну, и выделили день. Так, и вот мы начали про календарь. Да, и, кстати, я хотел спросить. Действительно, наши праздники не совпадают. Рождество, наша Пасха не совпадает с аналогичными праздниками в католической традиции. С чем это связано? В какой момент вообще возникло это разделение? Значит, можно я сразу поправлю. Что праздники совпадают не в католической традиции, а есть в западной и восточной. Поясню, почему. Дело в том, что со времен императора Юлиана церкви жили по одному календарю. Он вел календарь, так называемый Юлианский календарь. Когда было разбито на 365 дней, вот этот год так, жили по одному календарю. Но дело в том, что Юлианский календарь, он оказался не совсем точен. Там каждый год набегает разница с астрономическим календарем несколько минут. И в средние века папа Григорий на основании наученных данных произвел реформу календаря. Так называется Григорианский календарь. Западные страны перешли на Григорианский календарь. А Россия осталась на Юлианском календаре до 1918 года. В 17-м году, конец 17-го, начало 18-го, была реформа календаря. Соответственно, и церкви, которые находятся на Западе, они перешли на Григорианский календарь. И восточные, которые живут в России, остались на Юлианском. То есть, светское государство, скажем так, перешло на Западный календарь, а церковь, казалось, более консервативной. Нет, на Григорианский. Вот это точнее. Почему я сразу сделал поправку, вы сказали, католическое? Дело в том, что на Юлианском календаре осталось всего несколько православных церквей. Это Русская церковь, Иерусалимская церковь и Грузинская церковь и Сербская. Остальные православные церкви перешли на Григорианский календарь. И поэтому, что такое Григорианский календарь? Сейчас разница между двумя календарями 13 дней. То есть... И эта разница потихонечку накапливается? Она будет накапливаться. Сейчас 13 дней. Рождество, предположим, празднует 25 декабря. 25 декабря по Григорианскому календарю – это 25 декабря. А 25 декабря по Юлианскому календарю – это 7 января. Пройдет, кажется, еще 100 или 150 лет примерно. И разница увеличится еще на один день. То есть, между будет не 13 дней, а 14 дней между календарями. То есть, это и есть тот, называемый, старый стиль? Да. На который делаются ссылки, когда идет речь о дореволюционном периоде истории России? Да, да. Наша церковь осталась на Юлианском календаре. Западные церкви и большая часть православных перешли сейчас на Григорианском календаре. Но в отличие от католиков, православные церкви Пасху исчисляют все равно по Юлианскому календарю. И поэтому празднование Пасхи в православных церквах, оно бывает в один день. А почему Пасха совпадает, не совпадает с западными христианами? Потому что Пасха отчитывается по лунному календарю, и это первое воскресенье после весеннего равноденствия, если не совпадает с саудейской Пасхой. А поскольку лунный календарь по отношению к нашему календарю, как к Юлианскому и Григорианскому, он смещается, фаза Луны, то и в один год весенняя полнолуния после равноденствия бывает на одну дату. То есть это ранняя Пасха, поздняя Пасха, то, о чем мы говорим, то есть это от фаза Луны. И плюс к этому накладывается разница в 13 дней. Предположим, в Григорианском календаре разница один день, но поскольку в Юлианском еще не наступило весеннее равноденствие, то полнолуния после весеннего равноденствия, 22 числа, то получается там может быть и две недели, а бывает и совпадают. Ну, я единственное понял, что это достаточно сложный процесс исчисления, и лучше оставить это профессионалам, то есть священнослужителям. Ну и у нас есть буквально еще одна минутка. Все-таки, как в апостольских постановлениях говорилось, что после Пятидесятницы одну неделю празднуете, а потом поститесь. После Дня Святой Троицы следует у нас Петровский пост. Не безвестный, в двух словах буквально у нас минус или две об этом посту. Петровский пост следует через неделю после Пятидесятницы до Петрова поста. Это пост память первоверховных апостолов Петра и Павла. По строгости этот пост самый слабый. Если великий пост самый строгий, то Петров пост самый слабый. Ну что ж, наше время подошло к концу. Спасибо вам огромное, батюшка, за то, что нашли в своем плотном графике время, пришли, ответили на мои вопросы. Я думаю, что это действительно информация, которую нашим телезрителям обязательно стоило узнать. Спасибо, дорогие телезрители. Спасибо вам за внимание. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней программы, об этом стоит узнать, был благочинный церквей Одинцовского округа Московской епархии Архимандрит Нестор. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. С праздником! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова